Станислав всегда интересовался историей Великой Отечественной, но кроме исторической литературы ему нравится посещать и места боевой славы. В день автопробега квеста по местам, связанным с событиями 1941-1945 годов, он одним из первых добрался на точку благодаря своему мотоциклу. Недавно открыли сезон, еще не слишком тепло, но уже кататься хочется все больше и больше с каждым днем. Плюс мероприятие очень интересное, я начал узнавать о нем побольше, много интересных точек, очень хочу их сегодня все посетить успеть, ну и, соответственно, и закончить день хорошо с проспортом фильма. Перед автопробегом все получили маршрутные книги с заданиями, после чего выбрали точки для посещения. На каждой из них участникам необходимо было ответить на вопросы, за которые получали определенные баллы. Идея родилась достаточно давно, мы с 2011 года организуем такие пробеги, выезды по знаковым местам. И когда начали готовить фестиваль, второй международный, решили, что будет очень правильно, если мы в преддверии Дня Победы проедем по памятным местам, люди узнают что-то новое. Автопробег квест прошел при поддержке президентского фонда культурных инициатив в рамках второго международного кинофестиваля День Победы. Финиш и сдача организаторам контрольных листов состоялись в Центре культуры и творчества Кубинка, где для участников показали фильм из конкурсной программы фестиваля. Победителем стал тот, кто посетил больше всего точек в этот день. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...